Уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас и выразить признательность за участие на сегодняшнем заседании Совета глав правительств с участием наших гостей. Выражаю также признательность Генеральному секретарю Сергею Николаевичу Лебедеву и команде исполнительного комитета СНГ за подготовку и проведение сегодняшнего совместного заседания. Уважаемые главы делегаций, в заседании Совета глав правительства СНГ объявляю открытым. Предлагаю сейчас в свободном режиме обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках сотрудничества. Приглашаю всех желающих к дискуссии и вношу предложение пойти традиционным путем, выступать в порядке алфавита наименований государств для глав правительств, затем по алфавиту порядка наименований государств заместителей глав правительств. Если позволите, я хотел бы открыть обмен мнениями и сложить точку зрения Кыргызской Республики по вопросу дальнейшего развития СНГ. Нет возражений? Тогда принимается. Спасибо. Уважаемые друзья, Кыргызская Республика выступает за укрепление интеграции пространства СНГ. В 2023 году год своего председательства в органах сотрудничества Кыргызская Республика возглавила работу по интеграционному сотрудничеству государств, участников СНГ по целому ряду важнейших направлений. Мы убедились в том, что движущей силой любой интеграции является создание благоприятных условий для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Так, 8 июня в городе Сочи мы вместе с вами подписали важнейший документ – соглашение о свободной торговле услугами в учреждении деятельности компании о существовании инвестиций, которое, несомненно, будет способствовать дальнейшему расширению охвата экономической интеграции, использованию растущего значения сферы услуг для развития экономики СНГ, создание условий для расширения взаимной торговли услугами, повышение уровня ее либерализации, а также улучшение инвестиционного сотрудничества между странами СНГ. Считаю это соглашение одним из наиболее важных решений по итогам председательства Азербайджана в СНГ, а его подписание нашим общим успехом. Развитие интеграционных связей приводит к росту товарооборота и грузопереводов между Кыргызской республикой и другими государственными участниками СНГ. Вместе с тем в региональном разрезе сотрудничества на пространстве СНГ следует отметить, что центрально-азиатские страны-участницы СНГ, не имея прямых выходов к Мировому океану, находятся на стыке трансконтинентальных транспортных коридоров и обладают широкой транспортно-коммуникационной сетью, имеющей опосредственные выходы в Европу, Персидскому заливу, Индийскому и Тихому океану. Это обуславливает наличие у них возможностей превратиться во внутрирегиональный торговый хаб и способствует развитию торгово-экономических отношений государств-членов СНГ. Для достижения данной цели важно расширять международные автомобильные и железные дороги, логистические центры и транспортные терминалы, а также модернизировать инфраструктуру для бесперебойного международного транзита. Уважаемые участники заседания, одним из приоритетного направления государственной экономической политики является развитие зеленой экономики. В данном контексте я хочу отметить, что кабинетом министров Кыргызской Республики были представлены налоговые послабления бизнес-сообщества страны в виде освобождения от некоторых видов налогов при развитии возобновляемых источников энергии, поставки электромобилей и установки электрозарядной инфраструктуры. Поставленные планы по направлению зеленой экономики могут быть решены во взаимном сотрудничестве, поскольку существует всеобщая заинтересованность в том, чтобы экономика 21 века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. В этой связи отмечу, что кабинет министров Кыргызской Республики всегда открыт для партнерства и совместной работы со всеми заинтересованными сторонами в интересах повышения качества жизни людей и гармоничного развития. Уважаемые коллеги, учитывая то, что на территории нашей страны формируется почти половина водных ресурсов региона, мы понимаем нашу высокую ответственность в вопросе водообеспечения региона. В данном контексте, с учетом негативного климатического влияния на зону формирования водных ресурсов, а также изношенности водно-хозяйственной инфраструктуры стран региона, мы выступаем за продолжение принятия своевременных мер и реализацию соответствующих проектов в сфере ирригации, энергетики и инфраструктуры, направленных на эффективное использование водных и земельных ресурсов, обеспечение дешевой и экологически чистой электроэнергии, а также на адаптацию к изменению климата. В этой связи Кыргызская республика предлагает и продвигает создание взаимовыгодного компенсационного механизма по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии. Уважаемые друзья, считаю важным продолжить наращивать объемы взаимной торговли между странами СНГ. В этой связи углубление сотрудничества государства участников СНГ в сфере технического регулирования и стандартизации создает дополнительные благоприятные условия. В целях реализации договора о зоне свободной торговли между Государственным Советом по стандартизации метрологии и сертификацией совместно с Исполнительным Комитетом СНГ разработан проект соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государства участников СНГ. Однако уже несколько лет документ находится на стадии согласования. Считаю целесообразным в кратчайшие сроки его доработать и вынести на подписание. Уважаемые главы делегации, в завершении своего выступления выражаю признательность за высокую оценку председательства государственного Содружества. И хотел бы еще раз подтвердить, что с учетом сегодняшней непростой обстановки в мире мы должны беречь и сохранять площадки для широкоформатного диалога. И в этой связи хочу пожелать успехов Российской Федерации, председательствующей в СНГ в 2024 году. Благодарю за внимание.